Всем привет! Добро пожаловать на мой YouTube канал! С вами Фия. И сегодня мы подбиваем итог по пустым баночкам за ноябрь. Посмотрите, сколько у меня всего накопилось. Они, конечно же, объемные. И будем сейчас все разбирать, обсуждать. И также не забывайте подписаться на мой YouTube канал. Это очень-очень важно. Спасибо! Ну что ж, давайте разбирать пустые баночки за ноябрь. Их получилось вот какое огромное количество. И, ну, пожалуй, я думаю, сразу очевидно, что тут происходит. Y2K, велюровые костюмчики, блесточки и заколочки-бабочки. Ну, вы же понимаете, мода. Она такая цикличная и снова сейчас все в моде такое прям... Гламурное. И я этому не сопротивляюсь. Ну, в общем, к чему все я это веду? Осветлитель для волос. У меня он сразу в двух позициях. Это Energy Blonde и тоже Super Blonde. Первый не особо, а второй уже получше. Мне понравилось, как он работает. Конечно же, здесь на видео он прям такой оранжевый, но я вам покажу еще видео, где у меня как раз только покрашены волосы, они уложены, и вы видите, какая прям идет такая ровная геометрия, такие красивые полосочки. В общем, полосатик. В общем, вот так. Осветлители, конечно, как осветлители, тут особо не расскажешь про них. Достаточно заурядный продукт. Два обворожительных кавайных набора от Just Kawai. И здесь у нас ходят два крема, один для рук, один для ног, но я его использовала на все тело, поэтому они быстро заканчиваются так. Один с мороженым, а второй с тирамису. Это еще с прошлого года, а это новая коллекция, поэтому можете как раз зайти и присмотреться. Цена очень приятная, плюс на подарок красивая упаковка, мне нравится. Здесь у нас два крема. Вот, раз и два. Вот два крема. Они пахнут, я бы не сказала, как тирамису, они пахнут чем-то коричневым. Вот прям вот булочки с корицей, вот это действительно их запах. А мороженое, я бы сказала, больше пахнет как каким-то вот... У меня еще есть вот второй крем, он не закончен, но... По запаху он мне напоминает как какой-то фруктовый сироп, вот которым поливают мороженое. Так что можете присмотреться и подумать. Следующее мыло Grand Charm. Оно действительно Grand, оно очень большое, и можно обороняться, такой солидный кусок. Его, ну, естественно, хватило надолго. Я им пользовалась и моей домашней продолжительное время. Хотелось бы немножко поругать, а то я все так говорю, все мне нравится, все прекрасно. Вот карандаш для глаз от фирмы Christian. Я его покупала на сайте Makeup. Он стоит копейки, поэтому, конечно, особых у меня нет пожеланий и каких-то требований. Но, к сожалению, я тоже вам прикреплю видео, где у меня как раз макияж с этим карандашом. Когда я его начала смывать, остались пятна. То есть он настолько въедается в кожу век, что я вам не рекомендую покупать вот этот продукт. Увы, это провал, поэтому не буду к нему возвращаться. Следующее, что я бы хотела вам рассказать, это шампунь с манго от фирмы Mayur. Мне он понравился. Он действительно пахнет манго. Прям вот у меня есть духи, Монталь Манго Манго. И они вот, они точно так пахнут. Они прям вот пользуются этими духами. И еще шампунь это... А еще, если навести духи после вот этого шампуня на чистые волосы, это вообще просто, просто сказка. Мне он понравился. Мне он приглянулся. Я его рекомендую. Так что можете тоже обратить внимание. Следующий продукт, который я уже рассказывала, показывала, но он у меня наконец-то закончился. Это BB крем от фирмы Beelita Young. Мне он тоже понравился. С ним все замечательно. Он, несмотря даже на такой желтоватый подтон, на мою бледную, аристократичную кожу, он хорошо подошел. Он мне оставляет какой-то прям такой вот желтой полосы, где родной цвет. И потом еще идет тоналка. Классный крем. Я им пользовалась постоянно и на косплей, и на разные съемки. И просто так. Рекомендую. Плюс еще есть SPF. Это хорошо. Следующая. Продолжая тему парфюмерии. У меня, как обычно, заканчиваются маленькие пробнички. Я им с удовольствием пользуюсь. Первый я бы хотела показать. Это вообще мне достался в подарок. Боже мой, тут такой мелкий шрифт. А, это духи Avon? Avon Tomorrow. В общем, они, оказывается, не такие уж прям и плохие. Мне они вполне себе, как для такого бюджетного парфюма, понравились все с ними. Неплохо. Но, конечно же, достаточно бюджетный парфюм, который достался в подарок. Что еще можно требовать? А вот следующее, что я хотела сказать. Это тема. Надеюсь, меня YouTube не забанит. Это тема. Их ура. Вот, вы видите. Бальзам для губ. И у меня пробничек духов от Calmas Cannabis. Они специфичные духи. Но, я думаю, кто любит такое вот прям свежее, вам должно понравиться. А что касается бальзама, он вполне себе заурядный. Просто такая вазелинка с лимонным запахом. Никакого там канависа и не было в помине. Я не смеялась. Все нормально. Поэтому, вот, получилась абсолютно пустая корзиночка. Я надеюсь, вам понравился этот ролик. Обязательно подписывайтесь. И до скорой встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok